Да вообще чисто. У нас, смотрите, мусорки вообще вот пустые. Не дай бог, там бумажка, он здесь же все убирает. Смотрите, какая чистота кругом. Чистая работа. Жильцы этого дома по адресу Гоголя 213 в роли гидов готовы часами проводить экскурсии для всех желающих территория. Здесь словно образцово показательное. Смотрите, какие эти ступенечки сделали, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не упал и хорошо всем пришлось идти. И здесь кругом дома все чисто. Нет ни сугробов, ни колеи. В эту снежную зиму домочадцы лишь понаслышке знают о проблемах большинства дворов. Зачищено до асфальта. Найти изъяны в работе дворника не удается. Подходы к подъездам, идеально чистые бордюры по всему периметру тоже. Удивительно, вокруг мусорного бака ни одной соринки. Посмотрите, вообще чистота. Посмотрите, а здесь какая чистота. Это вот все, он один. Он самый лучший парень в этом дворе. Нравится всем, в том числе и Валентине Александровне. До этого здесь работал другой дворник. Сравнение не в его пользу. Было скользко и грязно. Уволили. После смены тут же начались кардинальные изменения. Через нашу программу активная жительница решила выразить благодарность. Вот золотые руки. Да, можете ему слава, благодарность и сказать, что у вас есть. Ну а что, конечно, вот с 23 февраля вот надо бы поздравить человека. Ну и посмотрите, машинки, все ровненько. Такой дружбе могут разве что позавидовать жильцы дома по улице Лазурной 11. Там разгорается конфликт между соседями. Ну вот она вот у нас ездит по полу. Понятно, что она шумит. У семьи Матвиенко никогда не было проблем с соседями. Все изменилось, когда переехали в новую квартиру. У нас дочь студентка. Конечно, она часто ночами делает уроки. По квартире может ходить. Ну понятно, что это не наша вина, это наша беда. Потому что соседей это, конечно же, раздражает. Первым не выдержал сосед снизу. На малейший шум откликается, быстро приходит ругаться. Теперь Матвиенко по вечерам старается вести себя тихо. Не помогает. Снова приходит тот же самый сосед, снова ругаться. Недавно не понравились якобы громкие разговоры. Если мы там, допустим, после 10 вдруг проснулись или не уснули, ну это уже вообще целая катастрофа. Закон о тишине не нарушали ни разу, уверяет Ольга Михайловна. Уже потом удалось выяснить, строители сэкономили на шумоизоляции. Пол и стены здесь словно картонные. Сейчас жильцы вынуждены терпеть друг друга и вести локальные войны. Мы как-то встретили в лифте с этой соседкой, которая жила, и у них тоже был ребенок, они сейчас съехали отсюда. И она говорит, мы своим детям, нам говорит, хорошо, мы даже своим детям сказок не читаем. Почему не читаете? Ну, мы слушаем ваши. Автомобили, стройки, поезда, уровень шума от этих объектов в разы превышают тот же храп или громкие разговоры. К этим источникам повышенного шума мы, казалось бы, привыкли. Вот другое дело сосед. Тут можно всю накопившуюся злость выплеснуть. Варианта в истории два. Либо договариваться друг с другом, либо менять место проживания на более спокойное. Напоминаю обращение с жалобами на коммунальные службы. Мы по-прежнему принимаем по телефону в Барнауле 722-301. О самых актуальных расскажем в ближайшем выпуске коммунального патруля. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал Город.